Всем приветик! Я хочу поделиться с вами рецептом простого салата из баклажанов. Для этого салата нам понадобится минимум продуктов. Вы их видите у меня на столе. Парочку помидоров, кусочек огурца и баклажан. Нам понадобится зубчик чеснока и приправы. Рецепт я вам оставлю под видео. По рецепту нужно два баклажана. У меня только один, поэтому я делаю пол порции. Итак, с самого начала я порежу баклажан на кусочки и обжарю под грилем. У нас баклажаны не горькие, поэтому посыпать солью их не нужно. Но если у вас баклажаны горькие, то посыпьте их солью на полчаса, а потом промокните выделившуюся жидкость бумажными полотенцами. Я нарезала баклажан кружочками шириной примерно 1 см. Выложу их на противень и подрумяню под грилем. Пока у меня готовятся баклажаны, я приготовлю приправу. Для этого мне понадобится оливковое масло. Если у вас нет оливкового масла, возьмите обыкновенное любое растительное масло. В принципе, не важно какое оно, но по рецепту оливковое. Так, я возьму 2 ложечки, поскольку, как вы помните, я готовлю пол порции. Также я возьму ложечку красного уксуса. Насыплю сюда кориандр и кумин. Кумин это зира по-русски. Сюда же добавлю немножечко черного перца и немножко соли. Также я положу сюда немножечко острого перца. Сюда же натру зубчик чеснока. Купила новую терочку. Сейчас мы ее сами и опробуем. Ну, не знаю. Вот так на столе гораздо удобнее. Не уверена, что эта терка мне нравится. Но чеснок натерся очень-очень мелко, прям как паста. Теперь мы все это перемешаем вилочкой. Здесь же в этой мисочке я буду готовить салат. Так, ждем баклажанчики. Сейчас я их переверну и также подрумяню с другой стороны. Итак, баклажаны пожарились у нас. На каждую сторону у меня ушло примерно 5 минут. Сейчас они чуть-чуть остынут, чтобы их можно было взять в руки. И я их порежу помельче. Смотрите, они не пристали. Я их, как вы видите, я их ничем не смазывала, ни маслом, ничем. Просто пожарила под грилем. Они просто очень горячие, их тяжело резать. Так, баклажаны у меня остыли. Они не горячие, такие тепленькие. Сейчас я их выложу на доску. И порежу на кусочки. Произвольные. Я порежу, наверное, вот так, соломкой. И положу вот сюда наш соус. Можете порезать кубиками. Принципиального значения это не имеет. Теперь я баклажаны перемешаю с соусом. И дам им пропитаться, может, минут 10-15. Кто тут ходит у меня постоянно за спиной? Ой, такой запах вкусный уже. Пока баклажаны у нас пропитываются, я порежу огурцы и помидоры. И огурцы, и помидоры я порежу соломкой. Так же, как и баклажаны. Музыка. 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 И так получился вот такой салатик из баклажан. Он очень сочный. Я вам советую дать ему настояться хотя бы 1 час. И перемешать его за это время пару раз. Салат должен быть острый. Попробуйте его на соль, на перец. Добавьте специи по своему вкусу. Я добавила укроп и кориандр. Вы добавляйте любую зелень, какая у вас есть. И как я уже сказала, рецепт я вам оставлю под видео. Всем всего хорошего и приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова